Всем привет! Давайте поговорим о фонарях и в частности о налобных фонарях. Сегодня приехала у меня очередная посылочка из Китая. На этот раз был заказан именно налобный фонарик, поскольку те фонарики, которыми мы пользовались до этого, уже вышли из строя. Я расскажу о них немножко подробнее. И был заказан чистый налобный фонарик на аккумуляторе 18650. Это Баруид Д10. Стоимость его 10 долларов без аккумулятора и 12 долларов с аккумулятором. Ссылочку на продавца я укажу под видео. Посмотрев предварительно обзоры на ютубе и почитав обзоры на форумах, я принял решение, что данный фонарь является сейчас оптимальным по параметрам цена-качество. И было принято решение приобрести его. Комплектуется он уже из коробки, так сказать, аккумулятором литий-ион 18650. Идет он в полиэтилене, это чтобы не было там замыкания в случае чего и так далее. Поэтому мы сейчас снимем упаковочку. Ну, китайцы пишут 4000 мАч, не верьте им, поскольку реально здесь нету 4000. У меня вот, допустим, какие-то есть старые Panasonic, то он и тяжелее, и здесь, по-моему, 2300 или 2400, вот что-то такое. И есть еще вот незащищенные, здесь пишут 3000. Но вполне вероятно, что здесь 3000, тоже реально тяжелее. Здесь идет защищенный аккумулятор. Видим по длине, да? Немножко больше. Изготовлен фонарь из анодированного алюминия авиационного. Резьба здесь квадратная. Основное отличие его от других, это то, что идет уже в комплекте. Это сверхмощный светодиод, КРИ-ХМЛ2, и так называемый рефлектор с апельсиновой корочкой. Видите, да? Это для того, чтобы делало равномерное распределение светового потока от центра пятна до краев. То есть это специально такое делается для налобных фонарей, чтобы у вас не была так называемая струя света, а именно распределялась как можно шире по сторонам. Плюсовой контакт идет у нас к кнопке и подпирает у нас идет минусовым контактом. Так, фонарь имеет основные три группы режимов свечения. Это первая группа. Если вы последовательно нажимаете кнопку фонаря, фонарь будет переключаться в следующие последствия. Средний, яркий и выключение. Смотрим. Средний, яркий и выключение. Затем вторая группа у нас. Это надо включить фонарь и зажать потом кнопку долго ждать, и он перейдет в так называемую группу плавного регулирования. Видите, да? И здесь, когда вы отпустите в тот момент, на таком режиме и остановится. И здесь у нас получается пять режимов. Да. Минимальный, слабый, средний, яркий и турбо. Кратким нажатием вы выключаете. И третья группа так называемых мигающих режимов. Это быстрое двойное нажатие из любого режима. Переводит фонарь в группу стробоскоп, сос и маяк. Смотрим. Включаете фонарь и двойное нажатие. Идет у нас стробоскоп. Сос. И маячок. Запомнить их не сложно. Фактически, если вы используете его где-то в походе или в работе, то вам достаточно будет так называемых двух основных режимов. Включили, быстро переключили, это яркий. Выключили. Или включили, если там больше проходит десяти секунд, он сразу же выключается. Поэтому пользоваться им очень легко. Так. И еще основная его особенность, это то, что он заряжается от любого USB порта. Откручиваете головку там, где кнопочка. И здесь появляется гнездо под microUSB. Видите. Заряжается он от любого пауэрбанка или же от сети и так далее. Просто подключаете USB шнурочек. Все. Загорается еще дополнительный светодиод, сигнализирующий о том, что идет зарядка красный и зеленый, уже когда зарядился он. Кроме того, фонарик еще светит во время зарядки. То есть вы можете его использовать и от пауэрбанка. Даже если вы вытянете аккумулятор. Давайте сейчас посмотрим. Достаёте аккумулятор и нажимаете. Фонарь светит. Смотрите. Внутри аккумулятора нету. Фонарь светит от пауэрбанка. Очень удобно. Даже в походных условиях, чтобы не ждать, пока зарядится батарейка, можно использовать фонарь прямо от зарядного устройства. И давайте немножко по техническим параметрам. Вес, габариты и так далее. По весу у нас с аккумулятором 91 грамм и с ремешочком 111 грамм. Без аккумулятора 52 грамм и с ремешочком 72 грамм. 23-24 миллиметра наружный диаметр и длина 86 миллиметра. Крепление изготовлено из жесткого пластика и так называемой резинки. Размер резинки хватит вам с головой на любую голову, так сказать. Фонарик фиксируется. Здесь выступает ребро жесткости небольшое. И оно цепляется за насечку на самом фонаре. И таким образом вы можете регулировать наклон фонаря в любом положении. Вплоть до полностью вертикально вниз или вертикально вверх. И давайте поговорим немножко о самих налобных фонарях. До этого мы пользовались вот такими вот фонариками за полтора доллара. Но буквально через два года они отслужили нам. И я так понял, перегорели светодиоды или какие-то пласты там перегорело. Не работает основной светодиод. Только боковые красная подсветка и мигание. Красные светодиоды работают, основной светодиод не работает. Поэтому реально они стали нам не в надобность. И еще в качестве универсального и налобного фонаря я использую вот такой. Это On The Road фонарик M3 Pro. Очень классный, удобный, мне нравится. Я его использую как налобный вот таким вот образом. Смотрите. В кепке вы цепляете клипсы за козыречек. Оп, и все. Если у вас даже со шнурком он, вышнурочек. Вот таким вот образом у вас светит налобный фонарик. Походе на рыбалке очень удобно и нормально. Ничего не мешает, не спадает. Очень хороший фонарик и отличного качества. Я очень им доволен и рекомендую. Я уже делал обзор на этот фонарь. И вот здесь будет ссылочка на его обзорчик. И возвращаясь к этому фонарику по аккумуляторам. Давайте посмотрим по размерам. Ну да, он защищенный лазит. Если не защищенный, мы ставим незащищенный аккумулятор. Да, все работает. Фонари эти надежные. Проверенные временем, так сказать, и многими пользователями. Поэтому я решил взять. Еще по параметрам. Дальность свечения до 200 метров. И по яркости, смотрите. Низкий это 200 люмен. И турбо это 1000 люмен. Но какие реально я измерить не могу. Поэтому будем верить китайцам, что он так и светит. Но светит реально, он ярко как бы в темноте. По времени, смотрите. Минимальный режим это 7 часов. И турбо режим 3,5 часа. От одной батарейки. Ну все зависит от того, насколько ваш аккумулятор. И так далее. Ну реально может светить до 100 часов на самом как бы слабом режиме. Кнопка утоплена здесь. Может стоять и с той стороны, и с той стороны. Очень удобно. Но единственное то, что нету магнита. Ну люди сюда и клеят магнит. И видел, вкручивают его под пружинку. Вставляют сюда магнит. Но держится он как бы немножко слабо. Вот такой вот небольшой обзор на фонарь. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось ставьте лайк. Подписывайтесь на меня в социальных сетях. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!